Приветствую вас. Прочитаю ваш вопрос. Давайте попробуем с вами в нём разобраться. Вы пишете, что стали запуганными, боитесь совершить ошибку и обещуете себя. Судя по вашим словам, это происходит с вами какое-то время, но не недавно. То есть это началось у вас какое-то время назад, но этого не было какое-то время опять. То есть было время, был период, когда не было подобного у вас. Соответственно, что-то изменилось в вашей жизни. Вероятно, что-то стало иначе, что-то в вашей жизни поменялось, что-то произошло, что-то выбило вас из, собственно говоря, клеи. Да, что-то выбило вас из клеи. И это что-то теперь вас, очевидно, беспокоит. Далее, собственно говоря, вопрос, который мне кажется довольно важным, это вопрос, касающийся того, чего вы боитесь. То есть, почему вы стали себя лечевать, из-за чего стали запуганными. Ну вот, конкретно, что произошло с вами. Что произойдет, если то, чего вы боитесь, все-таки случится. То есть вот, ну, грубо говоря, грубо говоря, оторнаете ли вы, чего боитесь. Понимаете ли вы, чего боитесь. Или нет. Почему значение того, чего вы боитесь сейчас столь резко возросло для вас? Вот именно в вас самом что-то поменялось, наверное, раз вы стали запуганными. Здесь мне представляется очень важным, чтобы вы подумали, поанализировали, что произошло, что вас задело. В какого момента почему вас задело именно это. Ведь совершенно очевидно, совершенно очевидно, что у вас действительно наблюдается какой-то стресс. тут, в общем-то, тут, в общем-то, моя коллега права полностью. Вот. А я думаю, что вот именно с этими моментами и нужно, в общем-то, разбираться в первую очередь. Далее. Смотрите, значит, у вас есть панические атаки, как вы говорите. Значит, панические атаки это приступы страха, приступы напряжения, называемые каким-то внешним раздражителем. Да? Вот. Соответственно, нужно также понять, что за внешний раздражитель стоит за тем, что вы испытываете панический атак. Потому что если с этим не разобраться, то я боюсь, что у вас будут они усиливаться и это уже будет довольно сильно влиять на вас в целом, на ваше здоровье, например, и так далее. Что, естественно, нежелательно. что здесь нужно? Что здесь нужно? Нужно здесь в общем-то немного. Нужно только, чтобы вы постарались понять, что вас так пугает. И как бы чем это угрожает лично вам? ответ пока вы ответ на этот вопрос не найдете или пока будете искать, может быть, лучше сказать, наверное, так, да, пока будете искать. я предлагаю вам несколько простых способов, да, простых рекомендаций, чтобы не бояться или бояться меньше хотя бы. Значит, когда вы боитесь, чувствуете страх, постоянно задавайте себе вопрос, наступило ли то, чего вы боитесь еще или нет. То есть постоянно себя как бы одергиваете, постоянно себя как бы так страхиваете. потому что ну и сами наверное понимаете, что страх это довольно такое мистическое мистическое состояние, мистическое такое представление, мистическое такое понимание и как бы к реальной жизни оно имеет довольно слабое отношение. Вот. Но обесценивать страх или значение страха тоже не стоит. Потому что ну если вы чего добавите, значит это имеет значение для вас. Если это имеет значение для вас, значит что это требует ваше вмешательство, что это требует корректировки какой-то, что это требует анализа поведения ваших, анализа того, чего вам хочется, анализа того, что у вас получается, а что нет, все эти вещи являются очень важными на самом деле. То есть страх в любом случае это показатель того, что где-то в чем-то вы видите угрозы. Угроза, несмотря на то, что она только у вас в голове, только у вас в сознании, она реальна, потому что вам она мешает угроза. И соответственно нужно понять, что это, и подкорректировать. Потому что вы же, ну, я уверен, вы же не делаете ничего для того, чтобы убрать некий разложающий фактор в вашей жизни. А это значит, что если вы не стремитесь это убрать, значит, все остается по-прежнему. Далее. Вы пишите, что расстались с своей женщиной. Тут, конечно, тоже довольно драматичное событие, довольно драматичное для вас. Ну, потому что расставание с любимым, с любимыми человеком оно всегда очень тяжело переживается субъектом. Вот. Тут тоже нужно разобрать. Правда, непонятно хронологиям. То есть, что произошло в начале? вы стали напуганным, запуганным? Или все-таки в начале случилось то, что вы потеряли свою женщину? Ну, то есть, она ушла от вас, расстались с ней. Потому что это очень важно на самом деле. если все это в результате того, что от вас ушла женщина, то, соответственно, можно говорить о наличии у вас любовной эмоциональной зависимости в первую очередь. Ну, вы этого не осознавали, пока были с ней. Зато теперь, когда ее нет, вы это чувствуете. И, наверное, ну, достаточно сильно. Вот. Дальше. Значит, проблемы на работе. Ну, проблемы на работе, мне кажется, это следствие того, что у вас возникли проблемы. Это следствие. Просто следствие. И не более того. Проблемы во всех сферах жизни. Ну, соответственно, это, знаете, как круги по воде, да, расходятся. То есть, вот у вас проблемы, вот круги по воде, значит, из-за этих кругов по воде у вас везде проблемы. То есть, это, в принципе, вполне нормально. То, что происходит. Вот. Дальше. Вы пишете. как помороть и начать жить. Скажите, кто в вашей семье, кто в вашей семье любил помарывать? Кто в вашей семье любил? Ну, скажем так, подавлять, кто в вашей семье любил, может быть, искажать какие-то мысли, какие-то чувства, желания людей и так далее. То есть, понимаете, какая вещь? Вы откуда-то научились вот этому вот подавлению. Подавлению. Вот. И нужно на самом деле постараться понять, откуда и, соответственно, благодаря кому вы начали делать вот именно так. Благодаря кому вы начали подавлять. Ну, или привыкли подавлять себя во свои чувства. Потому что, знаете, подавлять ничего и никого не нужно. Подавляя, вы не делаете себе лучше. Подавляя, вы только зажимаете себя еще больше и в итоге ничего хорошего не получается. Ну, для вас. Подавлять значит бобаривать, значит подавлять. Подавлять значит не уметь выражать. Вполне возможно, что вот вы себя подавляли, подавляли, подавляли и теперь это вот вливается в то, что у вас хологический атак. Да, и все прочие проблемы. Потому что желания-то они не удовлетворили и они никуда не деваются. Поэтому я думаю, что подавлять ничего не надо и вообще лучше забудь о том, чтобы подавлять. Нужно осознавать, понимать и учиться правильно реализовывать. Исходя из этого, предлагаю вам подумать на следующую тему. Тема такая. За что вы себя нечуете? То есть что именно вы в себе не принимаете, не признаете и так далее. Вот это мне кажется ну таким самым важным моментом для вас. Потому что именно исходя из того, что вы в себе не признаете, вы вините себя, бичуете, как бы обвиняете, говорите, что этого не должно быть, не должен я себя, не должно во мне быть чего-то, чего-то и так далее. И соответственно не имея возможности удовлетворить это, не имея возможности реализовать это, то, что вам хочется. И постоянно переживая из-за того, что вы не соответствуете чьим-то стандартам, чьим-то взглядам, чьим-то указаниям, чьим-то притязаниям и так далее, вы постоянно находитесь под давлением. и подавляемы вы, конечно же, супер-эго, то есть вот те, кто, ну, те, кто по вашему мнению определяют вас, те, кто по вашему мнению говорят вам, каким вы должны быть, ну, и так далее. Вот, из-за этого вы видите везде негатив. то есть откуда откуда человек берет откуда человек болеет депрессией, почему вникает депрессия. Депрессия это подавление супер-эго. То есть вообще ничего нельзя. Вообще ничего нельзя. Совсем ничего нельзя. Есть только нельзя, и есть хочу, но не могу. Хочу, но нельзя. И это изматывает. Это невозможно очень сильно изматывать. Так вот, кто сказал нельзя? Почему нельзя? из-за чего нельзя? Понимаете? Вот это все нужно разбирать. Опять же, нельзя не совсем, а нельзя определенным образом. Чтобы не вредить себе, не вредить другим. Понимаете? Скорее всего, данная модель поведения у вас была и раньше. у вас подобной модели поведения научил. Такой вот модели поведения, подавляющей себя, скажем так. Ну, это тоже нужно как-то разбирать. кто за этим стоит, кто стоит за подобными вещами, кто стоит за тем, как вы к себе относитесь, чего хочет тот, кто стоит за тем, как вы к себе относитесь, и так далее. Это очень важные тоже моменты, о которых можно и нужно разговаривать с вами, если мы хотим именно вам помочь, мы хотим поправить ваше отношение к себе. так что подумайте почему и что вы в себе не принимаете, подумайте, что именно вы не способны в себе принять и почему, и попробуйте просто вот пока просто абстрактно придумать положительные качества, положительные противоположности того, чего вы в себе не принимаете. То есть те качества, которые вы не принимаете в себе, как они положительные проявляются. Постарайтесь вот это вот для себя определить. это по-моему, едва немножечко по-другому посмотреть на себя, на себя самого. психологу. А дальше к психологу на прием и работать. Тут к сожалению больше вариантов немного для вас. на и на еще поможем вам. Если у вас остаются дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.